А что России нужно сделать сегодня для прорыва? Как вы думаете? Что вообще Путину нужно сделать? России для прорыва что нужно делать? Да. Извергнуть неадекватную власть. Что расскажете? Здравствуйте. Что? Я говорю, здравствуйте, что расскажете? Здравствуйте. Что я расскажу? Меня зовут Денис. Игорь меня зовут. А что вы делаете в чат-рюлетке, Денис? Я просто смотрю, у вас ковер на сине, да? Нет, я просто сижу в шиномонтаже у товарища, у друга. Это такая вагончик, это называется. Ага. Люди работают в нем. А, понял. А на какие темы вы общаетесь обычно в чат-рулетке? Я просто хочу поугарать на чем-то. Если кто-то... Я могу и пообщаться, если вы хотите. Ну, давайте пообщаемся. А вы на политические темы общаетесь? Нет, я слишком молотно на эти темы общаться. А с 40 лет вы думаете, вот человек, в принципе, готов общаться на политические темы? Как только, так сразу. Ну, а вот кто в основном выходят на улицы, когда-нибудь недовольные люди? Как вы думаете, молодежь или люди пожилого возраста? Что с вами происходит? Что-то я не понимаю. Будет там шевелить, если я только голос потом. Не знаю, я вас хорошо вижу и слышу. Еще раз повторите тогда вопрос, я вам сейчас все отвечу. Окей, я говорю, а кто тогда выходит на улицу, если хотят что-то требуют, не нравится, как идет жизнь, и кто выходит в основном на улицу? Молодежь или все-таки людей пожилого возраста? Люди пожилого возраста не выходят никуда, потому что им уже все настолько подпережали, потому что они уже выйти даже не могут. Да, молодежь, но вот молодежи выходят, то есть есть молодежь, которая интересуется политикой. То есть, несмотря на то, что они молодые, они все равно интересуются. Ну, 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 ну. Молодежь, что? Куда старики пойдут? Что их там? Ну да, а почему вот эта молодежь, она интересуется политикой, а вам неинтересна? То есть, вы считаете, что вы еще молоды для этого? Потому что у меня не все так просто, чтобы интересоваться еще и политикой. В смысле, вы имеете в виду в жизненном плане, по жизни непросто? Мне интересно, как сейчас заработать денег, чтобы у меня сын рос здоровым, чтобы, как ему зубы вылечить, вот это меня интересует больше, чем вот там Путин какой-то такой-то. Мне это вообще все равно. Пока что мне интересно, где достать денег, чтобы вылечить сына с зубами. Понял. Скажите, а вот это как-то взаимосвязано, там, Путин думать о том, что он делает с политикой, и с тем, что вам нужно заработать деньги? Или это вообще никак не связано между собой? Не понял. Еще раз повторим. Ну вот вы хотите, вы хотите поднимать своего сына, вы хотите иметь достойную зарплату, вы хотите ехать по нормальным дорогам, вы хотите, чтобы у вас были нормальные отношения с чиновниками, да? Это каким-то образом взаимосвязано с тем, что вам нужно думать про политику? Или в принципе нет? Вы можете просто работать, как-то искать работу себе. А с чем я могу сравнивать? Я же не был, у меня же не было два президента, например. У меня всю мою жизнь, у меня был один президент. Хорошо. Как я могу сравнивать? А я вам скажу как. Вот вам нравится та обстановка, в которой вы живете, та зарплата, которую вы получаете, те дороги, по которым вы ездите, те больницы, в которые вы ходите, те чиновники, с кем вы общаетесь, вас устраивает это? Нет, конечно. Видите, я, можно сказать, уже почти стал алкоголиком, но... Ну а как это менять? Смотрите, вот, то есть вам, видите, вы подошли к тому, что у вас всего был один президент, но вы, в принципе, можете проанализировать и понять, что вам это не нравится. А если это не нравится, то тогда есть смысл что-то менять, то, что не нравится? Или нужно закрывать на все глаза просто и вот просто пить и все? Нет. Смысл менять есть. А как? А как? Кстати, вот, я не знаю, вы спутят рулетки. Не, ну, сидя в щад рулетки, мы просто сейчас общаемся, да? А вот я слышал недавнее заявление, в принципе, не то, что недавнее, он там очень много раз говорил, Путин говорил о том, что вот нам нужен прорыв. Сделать прорыв для того, чтобы развитие шло быстрее. А вот хорошо говорит о прорыве, а вот вы понимаете, какой пропадает. Что, что, что? Вы пропадаете, у вас вообще непонятно. Ой, я вас хорошо вижу и слышу, не знаю почему. Я вас очень хорошо вижу и слышу хорошо. Я говорил о том, что Путин говорил, что нам нужен прорыв. Вот для того, чтобы догнать мир в технологиях, да, там, в медицине, вот нам нужен прорыв. А вот вы понимаете, о каком прорыве он говорит? Да, меня слышно? Не, ну, слышно, ну, просто очень прерывисто, я вообще не понимаю, что вы говорите. А я вас очень хорошо слышу, вижу, я не знаю почему так. То есть я обычно общаюсь здесь и нормально меня видят и слышат. А вы слышали, что я вас спросил или нет? То, что Путин хочет какого-то прорыва. Да, да. Вот как вы думаете, что он имеет в виду, какой прорыв нужен сегодня России? И как этот прорыв сделать? Он какой-то, то есть Путин предложил что-то и вы думаете, я хочу его поддержать и должен как-то понять, что он хочет? Не, ну, а что он хочет? Я говорю, неизвестно, в кого он хочет. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Нет, ну, давайте допустим то, что мы пытаемся его понять. Да, вот он говорит, нам нужен прорыв. Вот как вы думаете, о каком прорыве он имеет в виду, вот если попытаться его понять? Ну, чтобы все пенсионеры ласки закутили и остались более... Чтобы пенсионный фонд нормально вырос, все там восстановилось, весь бюджет, блядь, все дыры залатали в бюджете, это прорыв. Если, как я считаю, его случая. Как я это понимаю, он имеет в виду, что он хочет догнать развитые страны в экономике, в технологическом развитии, в медицинском развитии. И вот он хочет эти прорывы. Это понятно. Это понятно. Но каким образом? Как вы думаете, кто делает этот прорыв? Можно ли коллективно сделать прорыв, вот коллективностью? Он же говорит именно о коллективном Путине, то есть о коллективной какой-то команде, в которой он есть. Он хочет сделать прорыв. Вот я вам сейчас задам вопрос. Смотрите, вот я вам задам вопрос. Вот вы знаете, кто такой Илон Маск? Еще раз, Илон Маск? Да, вы знаете, кто это такой? Ну, да, да, примерно так. А вы с ним поверхностно это... Хорошо, а вы знаете, кто такой Билл Гейтс, например, Билл Гейтс? Да, 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 да. Но вот есть имена людей, которые являются вот этим вот стартапом, да, прорывов разных. Вот они делают что-то, а потом уже подключают к себе остальных людей и берут команду. Набирают команду, выстраивают именно ту схему, по которой они делают какой-то прорыв. Так вот вопрос. Можно ли сегодня прорыв сделать с Рогозинами, да, с Песковой? То есть это люди посредственные. Для того, чтобы делать прорыв, в этой схеме должны находиться люди, которые не лоялисты, а которые лучшие. Понимаете? Рабочие места они дают людям, они платят людям, например, больше, чем другие компании. Поэтому в этих компаниях хотят люди работать больше, потому что там есть стабильность, и там есть рост, и там есть успех. А что России нужно сделать сегодня для прорыва? Как вы думаете? Что вообще Путину нужно сделать? Россия для прорыва что нужно делать? Да. Извергнуть неадекватную власть. А каким образом? Сколько пробовали, ни у кого ничего не получается. Я просто деревенский пацан. Извиняюсь, неужели вы думаете, что у меня какие-то есть мысли, как его извергнуть? Нет. Я, если вдруг что-то начнется, возможно, я тоже никак не уверен. Если вдруг что-то прям вот такое вот серьезное начнется, то возможно я выйду. А так нет. Москва вроде тут вот. Всем нравится, как я понял. Все устраивают. Ну вот судя по тем людям... Как я могу обидеть. Судя по тем людям, с кем я общаюсь, все тулетки, Ну, людям не нравятся. Люди некоторые злые. Некоторые прямо в ярости от того, что происходит. Но никто не знает, что делать. Никто не знает, что делать. Я, например, нет. Я не готов так жить. Я готов вот, если бы у меня была какая-нибудь, я не знаю, там какие-нибудь выплаты, я бы сидел у себя в деревне, выращивал бы картошку и все. У меня было бы пару свиней, у меня сын растет и все. Я был бы доволен. Но вырыть свинью, это настолько убыточно сейчас в моей деревне. До этого у нас... Вот ты не представляешь... Вы не представляете... Можно на ты? Какие у нас были колхозы. Ага, все понял. Ты не представляешь, какие у нас были колхозы. Свиньи были в каждом дворе. Куры. Все было. А сейчас все это держать очень убыточно. Сейчас, то есть, вырухит тебе свинью или там, я не знаю, что-то там еще. Это убыток для тебя самого. То есть, у тебя будет... Ты продать сможешь, но это тебе никак прибыль вообще никакой не прибыль. Это... Я не знаю, как это все произошло, я не знаю. Ну вот Путин у власти там уже сколько лет, да? Он считает, что... Сейчас я не расскажу. 2000-й год, 7-го мая 2000-го года, он поступил, ой, встал на власть. Да. 2000-й год, 7-й мая. Ну, 20 лет. 20 лет у власти. Он, да, а до этого он был Собчаком, то есть, он тоже был как бы при власти, да, только в Санкт-Петербурге? Нет, ну да, там что-то с КГБ, что-то такое, ну, блин, ну, что ж поделать. Ну, блин, ну, а почему умер этот Ельцин? Он, после того, как он стал на власть, через несколько... Нет, он был этим, замом. Изначально же он был замом? Да, он был изначально замом. Да. Что-то, что-то, что-то там такое... Он был не замом, он был преемником, он преемником был у Ельцина. Ну, да, 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 да. Да. И как-то Ельцин умер нечаянно. Это же, блядь, это же все вербовка людей идет, и все это вот просто... Путин, это тот же хуй пойми откуда... Из тех же, блядь, семерки этих людей, которые там, блядь, я тоже насмотрен этих видюшек, блядь, то, что вот... Есть те люди, которые правят в итоге вообще всем миром. Я такой, блядь, немного верю, но и не верю. Но больше верю, чем не верю. Ну, короче, ну Путин, это вообще, я хуй знаю, он уже давно... Просто я сколько с мужиками работал, вот я и, блядь, мне 24 года, я и на севере работал. Там мужикам, я хуй знаю, по полтиннику лет. Они мне говорят, там, блядь, да Путин уже червей кормит давно, нахуй. Он там, блядь, что-то рак этого был, блядь, спинного мозга, что-то там, блядь, там, хуй пойми, он уже давно, короче, сдох, блядь. Путин, самый настоящий Путин, блядь. Остались одни двойники. Это просто... Это я, не я, как бы говорю, а... Да, нет, 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 есть такие теории. Разные теории Загоров, разных конспирологий. Есть люди, которые, да, привержены к этому верить. Я услышал вас. Хорошо. Я побегу дальше. Ага. Давай. Ну вот так Человек из деревни Никто ничего не хочет думать Все хотят просто жить спокойно И чтобы никто не трогал Но при этом не понимая, что Это все очень взаимосвязано Как-то так, я вам желаю, ребята, всем добра Любви, счастья, благополучия И мы скоро увидимся, пока